Друзья, добрый день! Как видно, слышно, подайте мне, пожалуйста, какие-то сигналы, что всё в порядке, чтобы я начинала. Благодарю, благодарю. Ну что, друзья, обычно мы с вами собираемся по другим темам. Соответственно, уже выбрали, берём всё. Отлично, Валентина Владимировна. Да, такие вебинары, что прям хочется сесть за компьютер или ноутбук и, собственно говоря, сидеть и наслаждаться. Ну что, мы обычно встречаемся по поводу диссертации, а сегодня у нас необычная встреча. Что называется, я вспомнила, что я доктор экономических наук и захотела поговорить о экономике, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. И, соответственно, такая вот возникла тема. Почему такая? Потому что прежде чем говорить вообще об управлении личными финансами и вообще о расходах, доходах, ещё, ещё, ещё о чём-то, необходимо понять себя. А мы вообще, какие мы, как вы себя ощущаем, да, и так, звук немного фонит. Татьяна, то есть потише нужно сделать или что? Убираю чуть-чуть. А вот так? Так лучше стало? Всё, спасибо. Соответственно, прежде всего нам нужно понять, кто мы такие, почему. То ли мы ошибаемся, то ли нас заставляют ошибаться, да, то есть вот порассуждаем сегодня на эту тему. Даже немножечко прям протестируем себя. Итак, сегодня на вебинаре посмотрим три вопроса, как наш мозг воспринимает экономическую информацию. Не буду вас пугать, прям сам мозг мы изучать не будем, да, именно то, как он у нас устроен, как он нам помогает или мешает в этом деле. Второе. Всё-таки мы попадаемся на эти манипуляции или мы так устроены? И третье. Посмотрим, почему бывает, что наше решение, то есть мы хотим одного, а делаем другое, да, почему вот такое рассогласование существует, можно ли что-то с этим сделать. Вообще попадаемся как дети. Да, это точно. Вообще тема интересна тем, что она, это не чисто экономическая тема. Тут целый микс вообще наук, которые сюда замешаны и которые пытаются понять нас. То есть мы настолько сложны, мы настолько интересно устроены, что просто так легко не определишь. И поэтому давайте прежде всего поймём, как раньше, да, изначально, когда ещё рассматривали очень простой подход к принятию экономических решений, эту ситуацию рассматривали. Изначально считалось, что у нас есть все необходимые для нас экономические данные для принятия того или иного решения. Вся информация, которая нам необходима, она в полном объёме, она к нам вовремя попадает, да, не тогда, когда мы уже что-то сделали, а потом узнали, а заранее. Мы настолько классно устроены и здорово обрабатываем эту информацию, что мы её качественно обрабатываем. И в результате этого принимаем правильное решение и, соответственно, у нас правильное экономическое поведение. Понятно, что такая картинка очень далека от реальности по многим, по многим причинам. И неудивительно, что в какой-то момент времени эта модель, которая рассматривала человека очень упрощённо, стала более такой расширенной и более близкой к реальности. Теперь нам очевидно, что когда мы с вами принимаем какое-то решение, у нас есть окружение во время принятия этого решения, у нас есть определённые факторы, которые влияют, и мы сегодня поговорим об этих факторах, которые влияют на принятие решения. Второй момент, который однозначно есть. В нашей реальной жизни всё так устроено, что информация является таким ресурсом, который не просто так получить. Ну, элементарный пример. Вы хотите купить, я не знаю, телевизор или холодильник, то есть такую крупную покупку какую-то, да? Очевидно, что вы не пойдёте в ближайший магазин. Мы что начинаем делать? Мы начинаем ходить по магазинам, которые торгуют этим товаром, и сравнивать предложения. На это мы тратим время. Очевидно, что где-то мы получим информацию неполную, или не во все магазины мы сходим, пожалеем своё время или ещё что-то. То есть в любом случае информацию мы получим не полностью. Кроме того, сегодня мы посмотрим на удивительные вещи, о которых мы пока не знаем сами о себе, которые влияют на наше мышление и, соответственно, на вот этот процесс. Эти эффекты, эти наши особенности, они влияют на процесс мышления и на то, какое решение мы потом примем. И вот то, что вы написали, что мы, собственно говоря, попадаемся во все эти ловушки очень легко, это связано с тем, что мы ещё себя до конца не узнали. Да, у нас и повода, может быть, не было, интереса к этому не было. Ну, живём, живём, слава Богу, решаем какие-то вопросы. И поэтому очень часто получается, что изначально наш план, он видоизменяется. Вот всё с тем же холодильником или телевизором. Вы пришли в магазин с пониманием того, что да, холодильник нужен или там телевизор нужен, вешать мы его или ставить будем в определённую комнату, там есть определённое место и так далее. И тут вдруг вам попадается на глаза телевизор большего размера, с лучшими характеристиками, и помощник в торговом зале вам очень правильно, грамотно рассказывает о том, что вот тот телевизор, который вы планировали купить, это не есть хорошо, да. Сейчас уже нужно взять другой. И когда вы мысленно, вы ещё даже вслух это не сказали, и подумали, что, в общем-то, вы финансово не рассчитывали на такую покупку, вам уже говорят о том, что это можно оформить в рассрочку, в кредит, во что угодно, да. И мы пришли за одним телевизором, а уходим с другим. Мы пришли купить телевизор за те деньги, которые у нас есть в кармане, а ушли обременённые кредитом. То есть на самом деле и нельзя сказать, что нас заставили, да. То есть этот человек не принуждал нас это совершать, мы как бы приняли это решение самостоятельно. Но это решение явно отклонилось от первоначального плана. И вот что привело к этому отклонению, можно ли как-то с этой ситуацией справиться, вот, собственно говоря... Так, а будут ли примеры когнитологии, принятия решений, результатов? Давайте мы сейчас будем дальше продвигаться, и примеры различного плана я приведу. Итак, и когда мы с вами говорим о том, что то ли на нас воздействуют, то ли мы такие, мы должны просто вспомнить, от чего зависит наше восприятие. А если не вспомнить, то значит просто узнать. А сейчас мы будем проверять по опыту своей жизни, так ли это. Вот смотрите, первое — это ситуация, то есть это контекст, который вокруг принятия этого решения в данный момент существует. Как эта ситуация влияет? Ну, очень просто. Представьте, молодой человек приходит в ресторан с девушкой. Она заказывает блюдо, которое он, мягко говоря, не ожидал в своём чеке увидеть по окончании ужина. Но в ситуации, когда он не один, когда он с любимой девушкой, он что сделает? Он сделает вид, как будто бы здесь всё нормально и понесёт дополнительные расходы. Соответственно, то другая была бы ситуация, если бы он был с другом, например, он бы мог сказать, «Ой, ты зачем такое выбираешь? Нет, давай мы с тобой сейчас по-лёгкому, мы там с тобой по кофе, по какой-то закуске и так далее». То есть ситуация меняет то решение, то, что у нас произносится в этой ситуации, то, как мы эту ситуацию воспринимаем. Опять же, смотрите, у любой ситуации есть последствия, не только экономические, но и эмоциональные. Эмоции, кстати, это второй фактор, который на нас очень мощно влияет. Если тот самый человек молодой, из нашего первого примера, угостил свою девушку, и вот эти ухаживания привели в результате, я не знаю, к их свадьбе, к их благополучной жизни, это одно дело. Если он понял, что его использовали, то это другое ощущение. Ровно то же самое происходит с эмоциональным наполнением, когда мы прямо сейчас принимаем решение. Представьте, что вы пришли в магазин или в банк, и у вас есть ощущение уже такой готовности к принятию решения, и у вас такой позитивный настрой. Понятно, что воздействовать на вас в этом состоянии очень легко. Если наоборот, у вас эмоционально есть состояние какого-то, может быть, расслабленного, расслабленной неготовности, да, с одной стороны, вроде бы вам нравится то, на что вы решаетесь. Вы, допустим, пошли брать кредит, и у вас есть представление о том, на что вы его потратите, у вас есть определённые радостные ощущения от этого, но вместе с тем этот эмоциональный фон, он не такой уж радостный, потому что всё равно где-то на заднем фоне у вас есть ощущение, что это же не совсем то, что я могу себе позволить. Кроме того, смотрите, очень на нас влияет личный опыт. Ну, вот, предположим, с вами случалось… Сейчас давайте я немножечко продолжу, Олег Васильевич, и потом мы будем говорить, только начало, да, все эффекты мы будем рассматривать чуть попозже. Соответственно, наш личный опыт. Если мы с вами имеем опыт положительный, то, принимая подобное решение, мы, соответственно, ожидаем, что результат будет такой же. И поэтому вот этот личный наш опыт очень сильно на нас влияет. Кроме того, всё, что… Вот не случайно мы говорим, да, окружение влияет на нас, да, то, как это воспринимается… Нет звука, есть звук. Татьяна, будьте добры, есть у нас звук или нет у нас звука? Есть. Те нормы, которые есть в обществе или в той группе, которой человек хочет принадлежать. Да, тоже влияет на наше решение. Почему? Если, предположим, человек хочет принадлежать к определенной социальной группе, он формирует свое экономическое, в том числе, поведение, и принимает те решения, которые свойственны, да, для участников вот этой группы, чтобы ощущение вот этой общности у него сохранилось. Поэтому, когда мы с вами принимаем решение, вот это те параметры, на которые стоит обратить внимание. При просмотре со смартфона. Возможно. То есть, когда мы с вами находимся под влиянием, под влиянием вот этих вот воздействий, это наши внутренние воздействия, которые с нами находятся, да, то, соответственно, мы начинаем принимать решения. Решения мы принимаем абсолютно по-разному. Естественно, это зависит от того, насколько это решение глобальное. Одно дело вложить миллион рублей на что-то, другое дело, я не знаю, сходить купить пакет молока. Понятно, что это с точки зрения экономики разные решения, поэтому, конечно, они будут приниматься по-разному. В поведенческой экономике выделяют, на самом деле, рассматриваются разные варианты, но вот мне бы хотелось, чтобы мы рассмотрели два способа, о которых говорят наиболее известные исследователи, да, они по-разному называют, Канемель называет это система номер один, система номер два, да, то есть способы принятия решений. Челдинин говорит о том, что это автоматический режим или осознанный режим, или контрольный режим, но судя абсолютно одинаковая, и состоит она в том, что в какой-то момент времени мы с вами автоматизированы в принятии своих решений, а в других ситуациях у нас включается осознанность, то есть наш мозг начинает работать иначе, и, соответственно, мы принимаем другие экономические решения. Давайте посмотрим, что имеется в виду. Когда мы говорим об автоматическом решении, не мы, да, а ученые, которые занимались изучением особенностей принятия экономических решений, называли этот способ именно таким образом. Значит, что здесь происходит? Вообще, почему некоторые экономические решения мы принимаем автоматически? Ну, во-первых, мы экономим ресурсы различные. Время, например, да, мы не ищем всю информацию, необходимую для принятия решения. Мы экономим свои интеллектуальные ресурсы, мы не хотим загружать свой мозг лишней нагрузкой, понимая, что какое-то решение мы можем принять, что называется, сообразуясь со своим личным опытом. Вот этот способ принятия решений, он с нами всегда. То есть, его не нужно никаких усилий для того, чтобы его применить. Он срабатывает автоматически, именно поэтому он так и называется. В чем особенность, кроме того, что зачем, что мы пытаемся сэкономить, в чем особенность этого способа? В том, что мы как бы сужаем возможности выбора. Мы рассматриваем меньше вариантов, мы учитываем меньше факторов, и, соответственно, мы очень часто используем ассоциации. Ну, предположим, даже такие глобальные финансовые решения, как, например, взять квартиру в ипотеку или не взять. Это решение, безусловно, требует взвешенности, осознанности, расчетов и так далее. Но иногда, особенно, когда мы говорим о молодых людях, которые не до конца понимают, как эти решения принимать, они делают следующее. Они вспоминают, что у них есть знакомые ребята, которые взяли уже квартиру в ипотеку, у них все хорошо, и, соответственно, они рассуждают очень просто. У них же ведь все хорошо, у них был такой-то первоначальный взнос, такая-то ситуация, я буду делать по аналогии. Соответственно, это автоматическое решение, если оно будет принято, не факт, что оно будет плохим, но это решение однозначно не обдуманное, не взвешенное, не предусмотренные различные варианты, потому что здесь как бы и не требуется, этот формат принятия решений и не подразумевает этих действий. Что касается второго варианта, когда мы включаем осознанность и то или иное решение все-таки пытаемся соизмерить, принять более взвешенно. Что здесь? Во-первых, для того, чтобы в это состояние попасть, о нем нужно вспомнить, что, в общем-то, необходимо включить эти усилия интеллектуальные и вообще, чтобы этот процесс начать, чтобы сначала послушать себя, сначала посчитать, сориентироваться и так далее. Значит, этот способ принятия решения подразумевает, что мы с вами сознательно определяем те моменты, которые в этом решении для нас являются ключевыми. То есть мы рассматриваем больше уже возможностей, факторов ограничений и того, то, что необходимо нам для принятия решений. Кроме того, мы начинаем рассуждать, анализировать, мы смотрим, сравниваем, считаем. И, соответственно, этот способ, он требует больше времени, больше усилий от нас. Поэтому, конечно, если мы начинаем сравнивать, да, между необходимостью применять один или второй способ в разных, с точки зрения финансовой составляющих, сделках, решениях, то мы, конечно, отдаем предпочтение автоматическому способу решения при мелких, несущественных, даже если это не очень мелкая сделка, но она несущественная для нас, да, мы можем действовать и в автоматическом режиме. Если же это решение более серьезное, фундаментальное, то, конечно, целесообразно включать эту самую осознанность, да, потому что сама по себе она не возникает. Давайте посмотрим, как это работает. Прямо вот такие смешные легкие примеры для того, чтобы вы немножечко включились и почувствовали, как это устроено. Вот, смотрите, вам необходимо купить какой-то товар. На слайде задачка, давайте немножко поразмышляем. В чате напишите, пожалуйста, ответы. Причем специально не призываю сейчас использовать один или второй способ. Напишите ответы, напишите, каким способом вы принимали решение. То есть вы прям посчитали или вы интуитивно его приняли? Давайте, друзья. Третья в подарок. Еще какие идеи? Давайте, давайте. Скидка получается больше. Еще, еще, еще. Валентина Владимировна, вы считали? Два, один, так, два, скидка, два, 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 два. Так, угу. Отлично. Смотрите, как мы себя ведем в этой ситуации, когда мы не на вебинаре, а когда мы зашли в пиццерию. И когда там вообще сумасшедший аромат, когда нам уже, мы уже спешим, и нам уже срочно нужно, да, и так далее, то мы, соответственно, принимаем решение, не считая автоматически. Нам так показалось, и мы приняли это решение. Другое дело, когда вы, например, пришли купить те же самые пиццы, ну, я не знаю, допустим, вы представитель родительского комитета в классе, и вы пришли купить на детский праздник эти пиццы. Вы понимаете, что вы не своими средствами оперируете, и вы будете считать, какой вариант выгоднее, да, потому что вы придете и скажете, что я приобрел кто-то по такой-то акции, по тому-то, да. То есть, соответственно, подход даже относительно того, свои я деньги трачу или не свои, он будет немножечко другой. Значит, что касается второго примера. Давайте вот этот еще пример посмотрим. Этот пример абсолютно реален, потому что может случиться с любым из нас. Давайте. Какое у вас мнение по этому поводу? Так, тут у нас разговор идет по слайде. По слайде. Нужна презентация, если, пожалуйста, в конце вебинара или сейчас, если Татьяна может открыть. Я не открываю. Я просто сейчас не могу открыть. Замечательно. Смотрите. Смотрите, друзья. Значит, у нас с вами две ситуации. И уже на кону стоит не там полторы тысячи рублей, связанных с пиццами, а уже сто тысяч рублей. И мы уже четко понимаем, что это наши деньги. И нам уже хочется точно посчитать вообще, что там происходит. И не случайно тут калькулятор на экране, да, призывный, который призывает нас не смотреть просто на циферки. Но на самом деле, друзья, смотрите, а давайте задам еще один уточняющий вопрос, а вы сразу вспомните, когда вы вот писали, какой вариант. А вы просто считали или вы примерили эту ситуацию на себя? То есть вы это восприняли как задачку или как сюжет, который может произойти с вами? То есть смотрите, ведь если мы рассматриваем эту ситуацию как некий реальный пример, мы здесь в первом случае имеем возможность выиграть смартфон. И это для некоторых является вот то, о чем мы говорили в самом начале, да, такая приманка. И несмотря на то, что этот вариант с финансовой точки зрения менее такой привлекательный, да, но люди, которые… Вот кто примет такое решение в жизни? Человек, который когда-то выигрывал, человек, который верит в то, что это может случиться, человек, который не очень считает, например, или не хочет, или не знает, как посчитать. У него есть тут дополнительная плюшечка к этому предложению, и он считает, что это значимо. Да, поэтому лучше стениться в руках. Вот не все так рассуждают, да. Поэтому когда мы подобные примеры воспринимаем как просто пример, который мы с вами сейчас рассмотрели, это одно дело. А когда мы с подобными примерами сталкиваемся с вами в реальной жизни, то вспоминайте, да, и ощущение драйва, то есть вот этот эмоциональный компонент, да, а вдруг, а вот это вот какое-то ощущение чуда, которое может случиться, да, для многих это тоже важный фактор в принятии, казалось бы, экономического решения. Что важно вот на этом этапе, когда мы говорим, что принятие экономических решений, не такая простая штука, как кажется на первый взгляд. Соответственно, нам надо понять, а как бы нам не ошибиться, вот хотя бы пока мы не знаем те эффекты, которые на нас влияют. Их действительно много, и мы всех-все их не рассмотрим. Помимо эффектов есть еще дополнительные воздействия, да. Тем не менее, как мы можем себе помочь? Первое, что мы можем сделать, попробовать, во-первых, сравнивать, да, то есть все-таки дать себе возможность сравнения, не брать первый попавшийся вариант. Второй момент. Когда мы сравниваем, да, неплохо было бы понимать, мы сравниваем вообще то, что можно сравнивать, или это несравнимые ситуации. Ну, предположим, давайте тоже ситуация. Вы и ваши друзья собираетесь поехать в отпуск. Ваши друзья, вы, допустим, работаете, имеете заработную плату, у вас нет дополнительных источников дохода, а ваши друзья являются предпринимателями, достаточно успешными, обеспеченными и так далее. Вы собираетесь поехать вместе. Возникает, для вас возникает необходимость, как бы все равно это сравнение происходит, да, но они же едут, я тоже хочу с ними поехать. Но в данной ситуации мы сравниваем немножечко несравнимые вещи. То есть, с одной стороны, да, они от своего дохода потратят незначительную часть, скажем так, на это путешествие. Если у вас другая финансовая ситуация, и для вас это очень дорогое удовольствие, назовем это так, да, и вам, например, придется отдыхать в кредит, то, соответственно, вот здесь нужно быть внимательным при принятии вот этих решений. Второй момент очень важный. Вот то, о чем сейчас Татьяна, да, написала про драйв. Так, неплохо было бы про себя понятие, какие у меня предпочтения. Я предпочитаю стабильность, определенность, или я склонна к риску, или мне важны острые ощущения и эмоции, или мне важен быстрый там и большой финансовый результат. То есть, когда я принимаю решение, важно понимать, на что я ориентируюсь, что для меня является ключевым в принятии этого решения, и тогда мне будет проще. И если я, принимая это решение, буду вспоминать об этом, то, соответственно, от каких-то моментов можно себя остановить. Ну, например, я провожу периодически мастер-классы для девушек, которые хотят финансовой грамотности немножко прокачать свои навыки, да, и я понимаю, что вот в этой среде молодых девчонок есть большая достаточно проблема, которую, может быть, они даже себе не до конца понимают, прямо ее можно так и назвать, шапоголизм. То есть попытка купить вообще все подряд, все, что модно, все, что сейчас в тренде, не обязательно в одежде, да, и вот эта попытка, вот все, что у меня есть, все потратить. И людям очень сложно вообще разобраться, а как себя остановить. Я же сейчас живу, вот я сейчас и трачу и так далее. Да, и буквально неделю назад у нас был квест, назывался «Финансовые грабли». Мы целую неделю, пять дней рассматривали разные темы. Прекрасные у девочек были вообще открытия по поводу себя, откровения. И было очень классно, когда люди поняли, что они просто даже не знают, не задавались этим вопросом, что для них более ценное. И когда они об этом подумали, выяснилось, что кто-то вообще не отдыхал, кто-то ни разу не ездил на море, кто-то там давно хочется ездить в санаторий и не мог себе этого позволить. Почему? Потому что казалось, что нет денег. А на самом деле деньги-то есть, просто предпочтения были не выявлены для их трат. И теперь, когда мне очень приятно, когда мне пишут в качестве обратной связи, что сегодня сходила в магазин и не купила вот это, потому что отложила вот на то, что планировала. То есть вот эти предпочтения, несмотря на то, что это кажется очень легко, но, собственно говоря, мы сегодня не разговариваем с экономистами про экономику, мы говорим просто, как это использовать в жизни. И поэтому вот предпочтения в этом смысле могут нас уберечь от многих ошибок, потому что они как такая красная лампочка, которая у нас вспыхивает и останавливает нас или, по крайней мере, заставляет лишний раз задуматься, а ты уверен в этом или, может быть, ещё стоит подумать. Ну и, естественно, раз мы с вами вот сейчас посмотрели, что есть два режима принятия решений, да, автоматические, он неплохой. Это не значит, что он плохой. Он хорош для определённого рода решений, да, для каких-то мелких, каждодневных, не слишком существенных решений. Но если вы принимаете какое-то серьёзное решение, предположим, вы начинаете вкладывать деньги на образование детей или на формирование пенсии, то есть вы принимаете длительное и достаточно дорогое решение, и оно вообще сложное решение, потому что всё, что связано с накоплением, означает, что вы сейчас как будто бы у себя что-то заберёте, как будто чего-то себя лишите для того, чтобы в будущем этим воспользоваться. Поэтому если это решение из этого сорта, то, безусловно, здесь нужно включать режим осознанности. Здесь нужно считать, консультироваться, вникать и так далее, для того, чтобы вы не пожалели о своём решении, потому что, смотрите, любое решение, оно оставляет, мы с вами факторы называли, да, и один из факторов — это личный опыт, оставляет вот этот отпечаток в нашем личном опыте, который потом мы будем как бы применять при принятии следующих подобных решений. Поэтому вот здесь осознанность нужна и с точки зрения того, чтобы избежать потерь возможных, и с точки зрения того, чтобы принять всё-таки более грамотное решение, о котором бы не пришлось потом жалеть. Вот это как мы устроены, да, то есть вот в принципе, как мы, что на нас изнутри влияет, да, что связано с нашими внутренними особенностями. Ну, естественно, если мы говорим о том, что окружение, ситуация влияет на нас, то, конечно, когда мы оказываемся с вами где-то и контактируем с людьми заинтересованными в противоположном, ну, предположим, вы пришли в магазин или на рынок, или куда, да, вы хотите купить дешевле, а, естественно, продавец вам хочет продать дороже. То есть в этом смысле вы контрагенты, вы лица с противоположными интересами. И вот тут кто победит, да, у кого больше ресурсов. Ну, у нас ресурсов меньше, если мы не на рынке, если мы в магазине, и если мы не в той стране, где нужно торговаться в магазине, да, то, собственно говоря, мы являемся воспринимающей стороной, мы не влияем на то, что там продается, за сколько продается, но мы можем влиять на процесс принятия решений, купить или не купить, сколько, чего и так далее. Поэтому давайте с этим разбираться. Почему мы ошибаемся? Потому что мы себя не изучали. Но, опять же, сегодня не ставилась задача рассказать о фундаментальных там вещах с точки зрения экономики для того, чтобы мы себя узнали. Потому что это сложно, здесь нужна определенная готовность, да, а поразмышлять о том, что можно понять легко, сходу, вот так вот, сидя возле компьютера в обед, да, и с удовольствием себя немножечко узнать лучше. Почему вдруг другая сторона нас знает лучше? Ну, потому что у них есть задача, неважно, магазин, ресторан, банк, любое учреждение, организация, куда мы приходим, если там возникает финансовая составляющая, естественно, это, знаете, своего рода такая охота на живца, охота на наш кошелек. Сколько же мы, интересно, оставим? Наверняка кто-нибудь из вас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда вы приходите в какой-то магазин, ну, чаще всего не продуктовый, а, допустим, там, магазин какой-то брендовой одежды, или, может быть, где продаются дорогие часы, и независимо от уровня вашего дохода, продавец вас измеряет взглядом, да? Вот кто с этим сталкивался, откликнитесь в чате. Было такое вот у вас ощущение, что вас как бы так измерили? Это не только, да, просканировали, да? Это не только связано с тем, что, ой, что-то она такая невоспитанная, она вас так посмотрела, да? Здесь много очень обстоятельств срабатывает. Во-первых, она выполняет, там, ну, продавец, допустим, если мы говорим, мы консультант, или, может быть, да, выполняет свою роль профессионально. Она должна понять, как только она вам начнет помогать с выбором, что вам предлагать, да? С другой стороны, ей, конечно, важно продать больше, да, и, соответственно, у продавцов много различных приемов, они их используют, мы частично сегодня о них поговорим. Поэтому получается, что за нами следят и знают, как мы себя поведем, и пытаются нас направить, то есть нас не заставляют, нас направляют, и у нас возникает полное ощущение, что это мы так сделали. Но это ж я подошла к этому отделу, это ж я купила там блузочку, хотя шла вообще за продуктами, да? Как это получилось? Правильные оформленные витрины, там открытые двери, и прочее подобное привлекли, и по пути вы зашли не совсем туда, куда хотели. Давайте поговорим о поведенческих эффектах, которые на нас влияют, и я тоже приглашаю вас немножечко себя проверить, поузнавать. Давайте такая маленькая задачка. Представьте, что вам за небольшую работу готовы заплатить. Но два варианта. Либо вы сразу работу выполнили, сразу получили деньги. И второй вариант. Вы работу выполнили, а вам заплатят там когда-нибудь, ну, допустим, через две недели. Давайте, какой вариант вы предпочтете? Еще, 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 еще набрасываем, для того, чтобы у нас была бы какая-то выборка, по которой можно сделать анализ, да? Как у нас тут ситуация сложилась с участниками сегодняшнего вебинара. Ну, давайте я посмотрю, так, 5, 2, 2, 2, 1, так, так, так. Но у нас где-то примерно 50 на 50, может быть, с небольшим перевесом в сторону первого варианта, то есть получить сразу 500 рублей. С чем связано такое? А, кстати, почему, друзья? Почему 500 рублей? Это же меньше. Вам же в два раза больше обещают. Напишите, что было решающим, скажем так, в вашем решении, потому что сразу ждать некогда. Вдруг разорятся надежность выплаты. Вот те, кто тысячу выбирали, больше денег. Нет гарантий. И не факт, что потом будет. То есть, смотрите, на самом деле, даже в таком простом примере мы потом могут и не отдать, догнать и еще забрать, да? Замечательно. То есть, смотрите, мы сейчас с вами на самом деле наблюдаем очень интересный эффект. Он называется «Смещение к настоящему». То есть, вы интуитивно сейчас приняли решение в соответствии с этим эффектом, но для себя нашли какие-то аргументы, а почему я так поступил. На самом деле, вот то, что мы говорим, там, вдруг не заплатят, еще что-то, это, да, с одной стороны у нас есть волнение, с другой стороны ученые определили, что мы деньги ценим по-разному, ну, условно говоря, настоящие деньги, то есть деньги, которые есть у нас сейчас, не в смысле там реальные, а те поддельные, нет. Настоящие, то есть сегодняшние, которые мы сейчас обладаем, мы ценим выше, чем будущее. И вот эта задачка, она очень популярная задачка, когда и в некоторых, если бы мы с вами были на живом мероприятии, можно было бы прямо в живую поиграть, да, предложить разные варианты. Вот, эта задачка показывает, что, вот то, что, как вы раньше писали, да, «Синица в руках лучше». Более того, смотрите, нам в будущем предложили не 500 рублей, а 1000 рублей, и это не перевесило. То есть будущие деньги, чтобы мы на них согласились, скажем так, должны быть существенно больше по сравнению с теми, которые нам предлагают сейчас или которые у нас есть. Этот эффект может объяснять разные наши, разные виды нашего поведения, ну, по крайней мере, 2000. Возможно, Валентина Владимировна, представляете, это для разных людей по-разному будет, да, то есть вот ценность, вот эта будущая ценность денег, она не для всех одинаковая. Это некое субъективное ощущение, которое может отличаться у людей. Не то, что у разных даже людей, да, у одного и того же человека в разный момент времени. Когда-то, например, у вас там все финансово благополучно, у вас сейчас есть деньги, и вы готовы просто подождать, например, да. И другая ситуация, когда наоборот их нет, и хотя бы пусть 500 рублей, но сейчас. Но зато вот этот эффект как бы дает нам основание подумать над двумя важными моментами. Смотрите, у нас сейчас очень высокая закредитованность населения. Может быть, у кого-то из вас есть кредиты. И не всегда эти кредиты вообще-то обоснованы. То есть не всегда была необходимость брать этот кредит. И когда мы, если мы сейчас уже понимаем этот эффект, вспомним, как мы принимали решение, да, и мы можем обнаружить, что, оказывается, мы просто захотели иметь какую-то ценность сейчас, а не ждать вот этого непонятного будущего. И, соответственно, деньги, которые мы взяли в Кривгид, и мы ими воспользовались сейчас, для нас они обладают большей ценностью и как бы притупляют вот то наше ощущение и внимание, да, которое должно было бы обратиться к последствиям взятия кредита, что мы же его не просто так взяли, нам же отдавать придется, отдавать придется больше. Но то, что мы реализовали свое желание сейчас, получили эти деньги сейчас, вызывает у нас желание их иметь сейчас. Поэтому вот по кредитам это существенно срабатывает. Второй момент. Тоже давайте короткий вопрос в чат. Друзья, вот кто из вас озадачился вопросом формирования пенсии? То есть, ну, не в смысле, что вот я работаю, работодатель отчисляет мне на мою будущую пенсию, а кто самостоятельно решил для себя, что я вот буду откладывать и формировать себе пенсию? Сознайтесь в чате. Кто у нас наиболее, наиболее в этом смысле продвинулся? Ну, смелее, смелее, друзья. У нас сегодня такой легкий вебинар. Нет, 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 не получается откладывать. Еще, 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 друзья, смелее. Нет, нет смысла. Вот, 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 вот я хотела, чтобы вот чуть поподробнее, да, в нашем государстве это не нужно. Не верится в пенсию, не верим в это. Вот смотрите, когда мы начинаем говорить о пенсии, что такое пенсия, это, ну, то же самое, что вы ребенку скажете, вот ты станешь взрослым, там, когда тебе будет 20 лет, там, и так далее. Да он не представляет, он не знает, он не понимает, что такое завтра, он не знает, что такое, там, 4 часа дня, например, да, он не чувствует времени. Это точно так же, как мы с вами начнем сейчас рассуждать. Ой, ну, чего ж так грустно, доживем обязательно. То есть, смотрите, мы понимаем, что это далеко, и это останавливает нас от этого решения. И мы начинаем себе говорить, я лучше сейчас потрачу эти деньги, там, увеличу качество своей жизни и так далее, и тому подобное. Но смотрите, как интересно. Вот когда мы берем ипотеку на 20 лет, да, нас не останавливает то, что это через 20 лет только случится, когда мы полностью с ней расплатимся. А когда мы думаем, формировать ли пенсию, нас это эти же 20 лет нас останавливают. Почему? Потому что квартира, в которой вы живете, она уже есть у вас сейчас, да, вы как бы реализовали свое же вот это желание, да, достигли его сразу же, а потом как бы доплачиваете за него, да, оплачиваете эти долги свои. А вот само непонимание того, что будет через 20 лет необходимости этого, вызывает этот вопрос. А надо ли, а вдруг я там не доживу, а вдруг у меня деньги там отберут, еще что-то. Вот, кстати, вы заметили сейчас наши ответы в чате? Вот, 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 вот. Почему вот эти ответы у нас возникли? Потому что у нас есть жизненный опыт. Мы в самом начале вебинара с вами начали с того, что вот эти 4 важнейшие фактора, там понятно, что их много, вот эти 4 важнейшие фактора, которые влияют, один из них – это личный опыт. И если, например, у вас был личный опыт, то у меня, например, был такой личный опыт, когда мои родители копили мне на свадьбу, и там была сумма полторы тысячи рублей, то есть это большие деньги, на эти деньги можно было очень хороший праздник организовать. и, соответственно, из своей там зарплаты они постоянно выплачивали, да, вот эти деньги для того, чтобы своему ребенку сформировать какую-то вот, какую-то возможность через определенное количество лет. И этих денег типа не стало. Да, ну, естественно, я утрирую, они, конечно, никуда не улетучились, не делись, но они делись у этих людей куда-то, их не стало. И вот этот опыт, он теперь всю жизнь накладывается на принятие каких-то решений, а вдруг будет так же. А вот я вот другой ситуации не знаю, вот эту я ситуацию знаю, да. Но я сейчас в данном случае не про себя говорю, но тем не менее мы фиксируем вот этот опыт очень жестко, и потом его применяем в жизни. Вот и то, о чем, кстати, вы говорили, что это не имеет смысла или там еще что-то. На самом деле, друзья, если говорить с точки зрения финансовой грамотности, финансовой безопасности, вашей финансовой безопасности, то это, конечно, имеет, этот вопрос имеет важное значение. Конечно, формировать себе пенсию надо. Почему-то у кого не возникла идея, что через 20 лет у нас просто не будет пенсии. Я не говорю, что так оно и будет, да, но есть такая вероятность. И тогда на что мы будем надеяться, да, будем работать очень долго, чтобы не чувствовать себя пенсионерами. Шучу, конечно, но тем не менее этот вопрос важный на самом деле. Может быть, у нас будет когда-то возможность по этому поводу поговорить, просто действительно такие более сложные темы, и в ходу сложно обсуждать, поэтому пока мы вот на таком уровне с вами. Еще второй очень интересный эффект, который называется оптимизм и самонадеянность. Вот давайте тоже попробуем себя проверить. Вы видите, это, кстати, личный опыт, вот в чистом виде личный опыт. Перед вашими глазами есть пример. Отвечаем сейчас, друзья, да, как вы оцените свои шансы на успех, особенно если у вас не одна такая подруга или друг, а если вокруг вас вообще вот ваши друзья, ваше окружение, они предприниматели, ну, неважно, крупные, мелкие, без разницы. И вот у них все получается, и вы вдруг решили тоже заняться. Вы как считаете, вот на основании вот этого жизненного опыта, у вас получится или получится? Друзья помогут, отлично, на то они и друзья. 60-70 нерентабельно. Классные шансы, Миша занята лучше открыть другой бизнес. Ага, еще варианты нет, никак не оцениваем. То есть, смотрите, друзья, если, опять же, да, 50 на 50. Другая сфера. На самом деле, конечно, мы не можем точно сказать, получится у вас или не получится. Может, у вас получится еще лучше, да. Это вопрос такой, на самом деле, ну, игровой, можно сказать, да, действительно неизвестно. Но, тем не менее, мы, когда чем-то начинаем заниматься, мы именно вот интуитивно пытаемся понять, а надо ли это делать? Я хочу выучить иностранный язык, а надо ли в это вкладывать деньги? Я получу я какую-то там, получится у меня, не получится? Как я это потом? Я устроюсь я потом в иностранную фирму, что называется, как-то получу я возврат этих вложенных денег в это обучение или нет? И так далее. Надо ли этот бизнес открывать? Получится у меня? Сколько он мне даст? То есть, на самом деле, когда мы принимаем решения, мы достаточно оптимистичны чаще всего бываем, потому что, как говорится, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Когда мы делаем это сами, то нам кажется, ну, у нас, конечно, все получится. Мы немножечко недооцениваем внешние обстоятельства, да, то есть, вот, то, что не только от нас зависит. Поэтому вот этот оптимизм – это хорошо, но при этом калькулятор никто не отменял. То есть, прежде чем принимать решения, конечно, целесообразно и считать тоже, не только интуитивно или опираясь на личном опыте, принимать решения. Давайте еще один момент. Вот смотрите, каждый из вас согласится, что у нас есть такое желание избежать потерь, то есть, чтобы, ну, подстраховаться, скажем так, да. И вот смотрите, вам предлагают застраховать машину от угона, то есть, не ОСАГО, не вашу ответственность, а вам предлагают застраховать собственную машину, вдруг с ней что-то произойдет. Ну, если у вас нет машины, представляете, что вам предлагают застраховать квартиру от затопления. На что вы ориентируетесь в этой ситуации? Вообще, какое решение вы примете? Будете ли страховать? Если да, ставь плюсик, например, да. И, соответственно, на что вы ориентируетесь? Будете страховать? Классно. А на что вы ориентируетесь? А у нас нет таких, кто не будет страховать? У всех прям все застраховано. Не буду. Если бы мы с вами все вот это вот все застраховали, и машину, и квартиру, то, конечно, наши страховые компании были бы несколько в другом состоянии. А вось пронесет, не буду, на жизненные ситуации еще на что. А на финансовые условия вы не будете ориентироваться? То есть, смотрите, на самом деле, несмотря на то, что с одной стороны, если есть лишние деньги, то можно. Ой, Алена Викторовна, какой у вас замечательный ответ. Мне очень нравится термин «лишние деньги». Это просто потрясающе. Свободный? Да нет, я… Это правильно, да. Мы так и рассуждаем. Мы так и рассуждаем. Смотрите, несмотря на то, что на нас влияет вот этот эффект избегания потерь, мы не хотим потеряться. Тем не менее, когда нам предлагают какую-то страховку, мы, ну, большей частью… Вот мне сложно здесь по нашей сейчас присутствующей аудитории подвести какой-то итог, но я думаю, что если бы я спросила не про эту задачку, а про застрахована ли ваша машина в этом режиме и ваша квартира, то, наверное, 80% ответили бы, что нет. Как так? Мы же хотим избежать потерь, почему мы не страхуемся? Но на самом деле мы любим выигрывать, да, побеждать. И поэтому, Валентина Владимировна, вы просто исключение, вы просто уникальный пример. Значит, мы пытаемся… Нам нравится побеждать, да, то есть нам нравится получать. Страхование связано с тем, что мы сначала должны потратить с вами, потратить. И что? И, может быть, не получить. То есть не произойдет страхового случая, мы не получим с вами. Ну, я не говорю сейчас о страховании, когда вы платите долго, страхуетесь надолго, и, соответственно, там совершенно другие условия, это вообще другой вид страхования, да. То есть здесь у нас как бы борются два эффекта внутри. С одной стороны, наверное, бы избежать потерь, а с другой стороны, было бы неплохо получить что-то просто так, да. И поэтому вот когда мы… Ну, что вот это влияет с точки зрения наших финансовых решений? Очень много мы теряем, вот из-за того, что мы боимся потерять, мы реально теряем, потому что мы не используем определенные возможности, которые нам предлагают, например, те же банки, те же брокеры и так далее. Ну, например, можно было бы вместо того, чтобы открыть вклад и положить туда деньги, да, открыть брокерский счет и купить ценные бумаги. Ну, например, те же облигации, которые принесли бы больше процентов дохода. Но мы боимся, потому что нам непонятно, вот нам банк вроде бы как более понятен, да, вот он стоит за сны там на соседнем перекрестке, я физически могу туда сходить, там есть какие-то люди, я понимаю, как это происходит все на моих глазах, да. И когда мы, например, говорим о брокерах, то есть фирмах, которые выступают посредниками между нами и биржей на рынке ценных бумаг, да, мы озадачены, мы не знаем, как это устроено, и поэтому на всякий случай мы туда не идем, хотя, в принципе, там выгоднее. Поэтому вот это избегание потерь, оно имеет разный оттенок. Ну, вот то, о чем мы говорили, что попадаемся всегда легко на уловки, что происходит? Еще один поведенческий эффект – это подача информации. В зависимости от того, как нам подают экономическую информацию, мы на нее определенным образом реагируем. Нас уже приучили к тому, что когда мы приходим в магазин, и в магазине есть цветной ценник, что это значит? Вот когда есть цветной ценник. Это у нас уже просто как рефлекс. Вот кто смотрит на цветные акции, да. То есть, если там красный, желтый какой-то, вот именно красно-желтый в основном, да, что там обязательно должна быть это более выгодное предложение. Нам так говорят, нам так внушили, нам так в голову вложили, нам так подали эту информацию. И вот конкретный пример. Это, кстати, реальная фотография. Буквально два дня назад, опять же, обсуждали мы эту ситуацию с моими финансовыми подружками, назовем их так, с девочками, которые были на квесте. Пожалуйста, реальная ситуация. На белом ценнике цена меньше желтого, и люди, многие, ну, передо мной, по крайней мере, мамочка подошла, она просто, увидев желтый ценник, взяла этот товар. То есть, вот, что называется, попалась, да. То есть, в этом смысле, внимание никто не отменял, надо обращать вообще, посмотреть на ценник, он для того, чтобы цену посмотрели, а не то, чтобы цвет заметили, да. Когда мы говорим о подаче информации, это, безусловно, не только ценник. Это разные бывают эффекты, и есть определенный эффект предшествования, то есть, что было до этого. Вот, это, знаете, это очень показательный эффект, он, вы прям его прочувствовали, вот кто был, например, в странах, типа Турции, где торгуются, где вот даже любой магазин, это ощущение рынка имеется. Вот вы заходите в какую-то лавку, в какой-то магазин, там куча всякого товара лежит, и вам предлагают чай, какие-то сладости, вас посадили в кресло, включили кондиционер, начинают вам рассказывать, что из чего сделано, да, особенно, если это, допустим, там у них шубы, дубленки, или там, ну, то есть, то, что подороже, человека начинают как бы обрабатывать, да, то есть, до того, как он, его еще пока никто ничего не покупает, не заставляет покупать, и не просит, да, ему предлагают как будто бы просто так. И у нас есть ощущение, что нас тут рады, что нас тут ждали. И вот эта вот информация, которая во время этого разговора нам подается, еще до того, как мы пошли что-то посмотреть, она имеет очень важное значение, она уже на нас повлияла, они уже нас подкупили своим вот этим вот отношением. Ну и, естественно, когда мы зависим от формулировок. Ну вот смотрите, есть такой замечательный пример, когда людей просят сделать прогноз какого-то показателя, да, и называют некую вилку, внутри которого этот показатель может попасть. И вот если эту вилку называют из больших значений, то человек, естественно, ну, как бы предполагает, что вот, да, это вот такое. То есть, если он не знает, то есть в зависимости от того, в какой нас интервал направили, да, мы в таком интервале и ищем ответ. И поэтому очень вот по тем же ценам. Мы с вами в определенном городе живем, у нас есть определенное понимание, сколько что стоит. И когда мы куда-либо переезжаем или еще что-то, мы видим, что там другая ситуация, да, и к ней приноравливаемся, привыкаем, потому что, допустим, особенно если мы за рубеж уехали, в другой валюте, например, цена, другое соотношение веса, да, указано на упаковке и так далее. То есть это все нас выводит немножко из нашего стандартного состояния. Следующий очень популярный эффект, мы все его на себе ощущали, особенно какое-то количество времени назад, это присоединение к большинству. На самом деле это не только постоять в очереди, безусловно. Вот давайте предположим, ваши друзья, например, начинается какая-то премьера какого-то фильма. Вы на него не ходили. Прошло 2-3 дня, вы встречаетесь со своих коллег, и вот там 1, 2, 3, 5, 10, вам рассказывает какой потрясающий фильм. Безусловно, желание потратить деньги и сходить на этот фильм в кинотеатр, оно растет. Может быть, до этого вы думали, да, ладно, я не пойду, потом через некоторое время посмотрю там в интернете, да, когда будет доступна эта связь, эта запись. Вот. Но тут вы принимаете решение, что раз уж все говорят о том, что это здорово, значит, надо сходить. Или еще простой эффект. Элементарно. Идете где-то, гуляете, и видите очередь. Сейчас явление очень редкое, и, соответственно, привлекающее к себе внимание. Ой, а что это там происходит? А что это там продают? Что-то столько людей стало в очередь прям, да. То есть вот эти эффекты, они работают. И вот в зависимости, опять же, от того, как ведет наше окружение себя, потому что мы же общаемся с этими людьми, это может провоцировать нас на то, чтобы присоединиться к этому. Но и с другой стороны, и в этом смысле, вот именно с точки зрения присоединения к большинству, очень большое значение имеет реклама. Потому что нам одним, вторым, третьим, рассказывают с разных телеканалов, журналов и прочих, с интернет-ресурсов, о том, что нынче модно. Вот тот, вот такой цвет. Вот все, в 2000 году вводим синий цвет. Да, кто-то вообще никак на это не отреагирует. Но те люди, которые подвержены вот этому воздействию, да, они хотят быть в тренде, как это там свойственно вот этой категории модниц, скажем так, да, они обязательно пойдут и будут покупать новую одежду с учетом вот этого нового тренда, этой рекомендации. Хотя, может быть, старая у них там, с ней все в порядке. То есть в этом смысле не случайно говорят реклама двигателей торговли. Многие люди начинают покупать и еще большее количество начинает присоединяться. Еще один эффект, который тоже мы про себя, может быть, даже и не знаем, что у нас есть, да, это некая уверенность в том, что результат зависит от тех действий, которые мы с вами осуществляем. И, ну, я же, например, взвешенно приняла это решение, ну и что, что от этого банк не может закрыться, разориться, может, да. То есть вот здесь у нас иногда бывает ощущение, что мы уже все проконтролировали, все сделали, мы принимаем правильное решение, и значит, все будет замечательно. Это не всегда так. Это точно так же, как с автомобилем и самолетом. Наверное, когда вы садитесь за руль автомобиля, вы за рулем, у вас есть некое ощущение, что то, что происходит вокруг вас, зависит, ну, в большей степени, скажем так, от того, как вы ведете машину. Мне, например, мой папа все время говорит, да, Наташа, ты водишь хорошо, но не забывай, что вокруг есть другие водители. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, я управляю транспортным средством, я не могу влиять на всех, кто вокруг. Но, тем не менее, когда мы, например, садимся в самолет в качестве пассажира, да, мы там ни на что не можем повлиять, у нас вот этого чувства контроля нет. И нам кажется, что там опаснее, да, потому что я же никак не смогу. На самом деле, что называется, если посмотреть статистику, то ситуация другая. Как раз автомобиль более опасен в этом смысле, чем самолет. И если зайти просто посмотреть статистику тех же аварий, которые происходят, и тем более пострадавших, то вы просто удивитесь, какое огромное количество людей. Я буквально несколько дней назад по другому поводу смотрела эту статистику. Я, честно говоря, была в шоке. Статистика за 2019 год показывает примерно по России, понятно, что будет разбег очень большой, что в среднем 500 человек ежедневно являют, если разбросить, да, что называют эту статистику, на каждый день, а не помесячно, оказываются пострадавшим в авариях. Представляете, какое масштабнейшее явление, да? А нам кажется, когда мы садимся за руль, что всё под контролем. Поэтому вот здесь эта иллюзия, она в том числе, естественно, оказывает влияние на принятие решения. От чего это зависит? Ну, во-первых, от вовлечённости самого человека и от того, насколько хорошо он это дело делает или насколько хорошо он в этом разобрался. То же самое, вот неэкономический пример, да, очень часто тонут люди, которые хорошо плавают. Почему? Потому что они, им кажется, что всё у них под контролем, и вдруг этого не происходит. Поэтому вот эта вовлечённость и в то же время понимание этого процесса иногда бывает не самым лучшим образом влияет. Второй момент – это повторяемость и привычность ситуации. С тем же автомобилем мы ездим каждый день, а летаем редко, и поэтому у нас складывается вот такая устоявшаяся позиция. Кроме того, известность благоприятного исхода. Вот до сегодняшнего дня, пока вам не назвала цифры, да, допустим, по тем же авариям, ну, я не привожу сейчас примеры про аварии, именно про пострадавших, у вас, может быть, даже близко не было представления о том, сколько человек могло бы попасть вот в эту категорию ужасную. И, в принципе, мы по своей природе оптимистичны, а если вы ещё и такой оптимистичный, мы ещё более оптимистичный человек, то вот эта иллюзия контроля, она ещё в большей степени на нас влияет, потому что мы, в принципе, всё принимаем в позитивном виде. Поэтому под влиянием вот этих вот эффектов поведенческих мы с вами находимся всегда. Наш личный опыт при нас, наш мозг и наше восприятие при нас, наше окружение с нами находится, и ему не надо постоянно быть с нами, оно уже в нашей голове тоже, да, то, как они себя ведут, мы уже к этому окружению привыкли. А вот эти поведенческие эффекты, о них знаем не только мы, о них знает другая сторона, которая вступает с нами в экономические отношения и, естественно, использует их для того, чтобы получить свою выгоду. И наша с вами задача здесь, что называется, не попасться. Как не попасться? Ну, давайте посмотрим, почему вдруг то, что мы планируем, отличается от того, что мы делаем. Я взяла самые простые примеры, я сегодня не хочу вас утомлять какой-то сложной информацией. Вот смотрите, где мы попадаемся с вами чаще всего. Приходим в магазин, и наши финансы после магазина начинают петь романсы. Почему? Потому что мы зашли за молоком, а вышли с двумя пакетами и еле идем до машины или до дома, потому что наш план и наши действия разошлись. Что происходит? Ну, во-первых, магазины, естественно, там работают профессиональные люди, которые делают все для этого, для того, чтобы наш чек был больше, чем мы планируем. Уже говорили про цвета. Цвета используются не только на ценниках. Обращайте внимание, что цвета используются. Может быть, даже когда-нибудь про магазины поговорим отдельно. Это вообще очень интересное место. Используется и в дизайне магазина и так далее. Это все оказывает на нас воздействие. Кроме того, если мы говорим о ценах, то вот эти всевозможные акции, особенно вот с такими огромными ценами, потом перечеркнутыми, и там другая цена, совсем другая как бы цена, это очень нас приманивает, скажем так. Здесь очень важно сказать еще о таком формате магазинов, как онлайн-магазин. Онлайн-магазин – это вообще штука удивительная, потому что даже не обязательно магазин, а сервис, на котором вы можете купить. Ярчайшим примером для меня является Валберис. Это такое место, в котором вообще непонятно, какую цену они считают нормальной. Цена меняется постоянно. Цена может быть сегодня 4 тысячи, завтра 2 тысячи, послезавтра полторы, послепослезавтра там 5. Это 5 перечеркнутые, какая-то скидка. То есть вообще вот в онлайн-пространстве еще больше создается иллюзия выгоды, как будто бы вам предлагают нечто, чего нет, например, в магазине, либо вам предлагают это дешевле, либо вам предлагают это более качественно. То есть тут дополнительно еще возникают некоторые такие особенности, которые тоже нужно учитывать. Еще один магазин – это привязка нас к тому или иному конкретному магазину с помощью дисконтных карт. Как только вам выдают дисконтную карту, вот вы поинтересуйтесь вообще, она накопительная, она какая, она вам сразу дает какую-то скидку или что ли там бонусы вообще зачисляются. Очень часто бывает так, что мы сам факт того, что у вас есть бонусная карта, дает вам в голову сигнал, как будто бы этот магазин более выгодный. Опять же, вот на этом квесте «Финансовые грабли» мы разбирались с девочками по поводу вот этих самых карт. И оказывается, что многие едут в магазин, считая, что, ну, допустим, пример «Лента» или пример «Красное-белое» магазин, где у вас есть карта, которую у вас все время спрашивают. И, соответственно, ну, если в «Ленте» это влияет на ту цену, за которую вы купили, ну, изначально она просто, мягко говоря, завышенная, не имеющая отношения к реальности, то, допустим, в той же сети «Красное-белое», когда у вас спрашивают карту, вы вообще посмотрите хоть раз в чек, это как-то вообще отразилось на чем-то? То есть это такое домашнее задание, да, возьмите все свои дисконтные карты, которые у вас есть, и когда в следующий раз пойдете в магазин, обратите внимание, она вам что-то реально дает или это просто создается иллюзия того, что в этом магазине выгодно. Аптеки, да, вот туда, куда мы ходим постоянно, они вот как бы пытаются нас прикрепить к своему месту. Еще, естественно, тоже не такой популярный, известный факт, но тем не менее он сейчас меняется. Почему? Потому что нас изучают. Вспоминайте, когда мы приходим в продуктовый магазин, у нас продукты расставлены таким образом, чтобы те продукты, которые подороже, были на уровне наших глаз, во-первых, во-вторых, те продукты, которые более свежие, раньше, раньше они ставились как бы немножко сзади. Допустим, молоко со стекающими сроками, оно ставилось вперед, а такое более свежее, оно ставилось сзади. Ничего подобного сейчас не происходит. Если вы мне не верите, займите сегодня вечером в продуктовый магазин и посмотрите, что происходит. Товар стоит в перемешку. Почему? Потому что в какой-то момент времени все магазины делали такую выкладку, и потребители поняли, что надо брать товар, туда вот рученьку подальше просовывать и брать там товар. Соответственно, когда торговые предприятия поняли, что их раскусили, они теперь начали делать обратные вещи. И когда вы берете по привычке там, где глубоко продукт, посмотрите, какая у него дата. Сейчас такая расстановка очень редкая, чтобы прямо вот так вот рядами стояли эти продукты. Ну и кроме того, естественно, если мы говорим о продуктовых магазинах, особенно о супермаркетах, совершенно не случайно сейчас у них появились отделы, в которых есть еда. Да, с одной стороны, это очень выгодные отделы для предприятий торговли, но еще один момент, то есть сам по себе этот отдел, он выгоден, но еще вот этот момент некого аромата, некого присутствия и доступности еды, того, что вот ее прям можно тут же взять, это очень сильно на нас влияет и пробуждает такой голод, не только физический, но и голод на то, чтобы купить больше товаров. Поэтому, когда мы с вами идем в магазин, вспоминайте сегодняшний наш вебинар, посмотрите, что вам дает дисконтная карта, посмотрите, есть ли там специальная расстановка товаров, да, и стимулирует ли вас какими-то дополнительными цветовыми акцентами, на которые хотят, чтобы вы обратили внимание. Не менее интересные заведения – это рестораны, кафе – это любое место, где мы можем покушать. Если вы не занимались специальным этим сравнением, то вы удивитесь, насколько они отличаются, например, магазины и рестораны отличаются по тем крючочкам, на которые нас цепляют. Но когда мы говорим про рестораны и кафе, конечно, первое, чем нас пытаются удивить, это название, название не просто блюдо красивое, например, да, и вкусное, но и название такое, которое побуждает желание приобрести это блюдо. Очень часто встречаются названия, что значит семейные названия, допустим, бабушкино печенье, да, или там мамин торт, да, то есть это название, опять вспоминайте, мы с вами вот эти четыре факта, которые всё время с нами находятся, там были эмоции. Так вот, когда мы слышим подобное название, читаем ли подобное название, у нас всплывают воспоминания детства, родных мест каких-то и так далее. Они тёплые для нас, и соответственно мы говорим, о, да, я хочу попробовать вот это, это побуждает нас выбрать вот это блюдо. Ну и, конечно, когда рестораны, например, определённые национальные, какие-то специализирующиеся на какой-то кухне, то, конечно, вы там не увидите обычных, понятных нам названий. Почему? Не потому что их нельзя перевести на русский язык, а потому что названия, содержащие определённые, неизвестные для нас, или там красиво звучащие для нас непонятные термины, да, оно побуждает нас попробовать, интерес пробуждается, да, и соответственно одно дело, когда вам говорят, что у них есть просто паста, там, я не знаю, с томатами, да, и другое дело, когда вам говорят лингвини, да, или там, я не знаю, тельетели, вы начинаете представлять, что это такое и так далее. Второй момент, точно так же, как в магазине располагаются товары, здесь располагаются определённым образом блюда в меню. То есть это та же самая витрина, потому что вы увидите блюдо только тогда, когда оно будет изготовлено, и поэтому чем более классно продумано меню, тем больше шансов у этого заведения продать нам эту еду, которую мы ещё и не видели, и не пробовали. Поэтому в меню есть определённый порядок, ну, сейчас не буду об этом подробно говорить, порядок размещения блюд, который провоцирует нас на выбор определённых блюд. Это не в случайном порядке они там находятся. Есть контраст цен, то есть когда рядом стоят блюда, чуть ли не в два раза там имеющие разницу. Это не потому, что они там действительно стоят так по-разному, или что понятно, что там есть какая-то себестоимость и так далее, но они находятся рядом для другого. Для того, чтобы вам дать сигнал, что если вы берёте блюдо, которое дешевле, что вы как будто бы сэкономили, хотя на самом деле оно стоит достаточно денег, для того, чтобы бизнес в ресторане удался. Оформление меню – это целое искусство, это целая наука, поэтому, когда нам хотят продвинуть какое-то блюдо, меню уделяется очень большое внимание. Ну и, естественно, когда мы приходим в ресторан, нас пытаются погрузить в атмосферу релакса, в атмосферу, даже если вы пришли туда на бизнес-ланч, казалось бы, это быстрая еда, да, прибежали, покушали, убежали. Но заметьте, что когда это происходит в ресторане, вы даже двигаться будете медленнее. Почему? Потому что такая особенная атмосфера. А раз мы движемся медленнее, значит, мы побудем там дольше, раз нам там комфортно, мы начнём себя баловать и позволим чего-то большее. Поэтому вот здесь всё делается для того, чтобы продвинуть тот товар. Причём, смотрите, какая особенность. В магазине мы всё видим, да, а в ресторане мы не видим готовых блюд, мы выбираем по своему ощущению, что нам показалось более привлекательным. Ну и если мы говорим о финансовых организациях сегодня, о более понятной организации, о банках, когда вы заходите в банк, тут очень важно сразу включить осознанность. Вот если в магазине ещё какой-то автоматический способ принятия решений возможен, то в банке однозначно нужно быть осознанным. Почему? Потому что там однозначно возникают три ситуации. Первая ситуация — это асимметричная информация. Это ситуация, при которой вам кажется, что всё прекрасно, доступно и вам очень выгодно. Ну так специально создана такая атмосфера, да, вот вы в банк заходите, там очень уютно, там очень современно, ощущение безопасности, там стоит охранник, да, иногда это даже напрягает, но тем не менее комфорт, безопасность у вас прямо в ощущениях есть. И такое ощущение, что если вы с ним взаимодействуете, то и у вас есть в жизни комфорт, ощущение безопасности и так далее. То есть вот эта атмосфера создаётся вот для этих целей. Ну и когда мы говорим об асимметричной информации, очевидно, что финансовые организации не всегда продают выгодный, продают, да, выгодный для нас продукт, будь то кредит или банковскую карту или какую-то другую финансовую услугу. Но преподносится это, как будто бы это очень легко и выгодно. На кредит у нас взять за 5 минут, а проценты у нас там очень низкие, а вы почитайте договор внимательно. А для этого эти договоры, я не случайно в кавычке заключила длинные договоры, договоры в принципе обычно бывают длинные, но здесь одна особенность есть. Когда мы с вами, находясь в банке, принимаем решение, вот эта процедура, она может быть быстрая, что нам сказали, «Да, хорошо, мы вам сейчас дадим». Но когда вы начинаете смотреть и подписывать документы и видите, насколько там много всего написано и насколько это надо бы прочитать, у вас включается атмосфера безопасности и комфорта-то создана вокруг вас. Это же все не случайно. И у вас срабатывает ощущение, что здесь меня не обманут. Раз и второй момент. Но это же не индивидуальный договор, то есть его все подписывают. Значит, тут ничего страшного в этом договоре нет, я его читать не буду, я его просто подпишу, потому что он стандартный. Но стандартный договор все равно. Надо представлять, какие условия дополнительные, может быть, скрытые там есть. Кроме того, когда мы взаимодействуем с финансовыми организациями, мы сталкиваемся с достаточно сложными терминами, которые не всем понятны. И иногда мы стесняемся задать вопрос, а что это? Или мы получаем такой ответ, который для нас избыточен, он у нас еще больше, большее какое-то состояние запутанности вводит. Поэтому, когда мы приходим в банк, первое, что мы делаем, еще не заходя туда, включаем режим осознанного принятия решения и лучше берем всю информацию, которая вам нужна, уходим домой, там все взвешено читаем, смотрим какие-то непонятные термины, что называется Google помощь, смотрим, что это такое, и возвращаемся уже с обоснованным решением. Соответственно, если мы в качестве заключения, мне хотелось бы подвести несколько таких важных моментов, сказать, в принципе, ошибаться – это нормально. и мы с вами не машина, не робот, не автомат, да, у нас нет программы, которая бы нам позволяла всегда говорить о том, что каждое мое решение будет осознанным. Когда-то мы не в настроении, когда-то у нас нет времени, когда-то еще что-то, и бывают ситуации, когда мы принимаем неправильные решения. Надо стремиться просто их минимизировать, но это наша реальность. Второй момент – теперь нам ясны определенные факторы, которые на нас влияют, поведенческие эффекты. Естественно, не все, естественно, их куча. Мы не посмотрели ни на одну иллюзию, которая бывает, да, и которая срабатывает. Мы не посмотрели, как воспринимаются нами деньги. Но тем не менее, хотя бы то, что мы сегодня уже рассмотрели, когда вы принимаете решение, вы эти обстоятельства стараетесь учесть. Кроме того, если мы с вами осознаны, и если мы берем паузу, мы время берем на принятие решения, тем самым мы повышаем качество наших решений. Ну и, естественно, никто не отменял желание, если оно есть, повышать свою финансовую грамотность, читать книги. Сейчас огромное количество замечательных книг по этому поводу. Очень большое количество информации в интернете. Да, надо быть просто аккуратно, смотреть, что это за источник, но тем не менее. Озадачиваться хотя бы этой темой имеет смысл. Ну и если мы говорим о том, какие же самые простые приемы мы можем применять, кроме тем, о которых я говорила выше, то, соответственно, здесь интуиция — это классно. Но наша задача с вами — понимать, что финансовое решение, оно не просто влияет на наше настроение или на наши ощущения, оно влияет на наши финансы. Поэтому желательно не попадаться под влияние вот этого первого впечатления, а всё-таки считать, взвешивать и так далее. Я не случайно написала, полюбите калькулятор, берите его везде, не стесняйтесь достать телефон, смартфон, посчитать — это абсолютно нормально. Кроме того, когда мы с вами начинаем понимать, что нами манипулируют, неважно, в банке, в магазине, особенно когда нам говорят, это предложение действует только сегодня. Вот когда начинается на вас влияние эффекта срочности, это однозначно начинается манипуляция. Возьмите паузу. Это конкретный пример. Буквально одна минута, и мы уже заканчиваем будем. Реклама была, мне позвонили на телефон, рекламировали школу английского языка. Я просто их выслушала, из-за того, что я воспитанный культурный человек. Люди восприняли это, что это сигнал. Какой-то раз я веду разговор, значит, меня можно начать обрабатывать. Мне начали забрасывать меня звонками, смс-ками относительно того, что срочно, только сегодня, только и так далее. То есть это очевидная манипуляция, которая заставляет меня выйти из осознанного режима в автоматический, захотеть, опять же, включить вот эти вот все эффекты, захотеть быстрого, большого результата, захотеть сэкономить, да, и вот эти вот все эффекты, чтобы сработали, я заплатила деньги и сказала да. Ну и, соответственно, конечно, когда мы принимаем финансовое решение, мы четко должны понимать, что очень часто это не просто решение вот сейчас, в текущий момент времени. Ну, есть простые решения, вы молоко купили и все, на этом закончили. А есть решение, которое связано, вы финансовое решение принимаете, но оно имеет продолжение во времени. Например, вы купили автомобиль, не пакет молока, автомобиль, да, а что это за собой потянет? Это потянет страховку, оплату топлива, оплату налогов, технического обслуживания и так далее и тому подобное. То есть не забывайте про то, что некоторые покупки тянут за собой дополнительные затраты, и их тоже нужно учитывать. Или какие-то покупки, или какие-то наши финансовые решения связаны с риском, и поэтому неплохо было бы эти риски возможные хотя бы понять для себя и понять готовность вашу. Вы готовы этим рискнуть или нет? И тогда ваши решения будут более осознанные, более взвешенные. Ну и, конечно, я надеюсь на то, что мы с вами сегодня посмотрели на себя с новой стороны, может быть, с необычной, может быть, никогда вы об этом не задумывались. Я очень надеюсь на то, что когда вы прям сегодня пойдёте в магазин, кто-то в банк что-то заплатить или ещё куда-то, что вы вспомните сегодняшний вебинар и уже начнёте применять вот эти приёмы, о которых мы говорили. И, безусловно, когда вы уже чувствуете, что вас хотят как-то, вами хотят манипулировать, а вы уже способны ответить, что называется, на это дело. Вот, поэтому, друзья, большое спасибо, что вы сегодня ко мне присоединились. Мне с вами было очень здорово. Если вы постеснялись задать вопрос или, может быть, там, он возникнет позже, электронная почта моя есть, задавайте, я с удовольствием вам отвечу. Я надеюсь, что эта тема была вам интересна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!